В пятницу весь мир ошеломила новость о смерти Алексея Навального в российской колонии. Он был самой заметной фигурой среди российской оппозиции и своим примером несгибаемой воли вдохновлял миллионы россиян. Его еженедельные эфиры «Россия будущего» давали надежду на изменения в стране. После очередного рейда наследников КГБ по разрушению студии, из которой выходила эта передача, происходило следующее. Мы, ее зрители, донатили на новое оборудование. Команда Навального быстро восстанавливала студию, и эфиры их расследования против преступной власти продолжались, как птица Феникс. Мы уже пережили смерть Навального из-за отравления химическим оружием в 2020 году. Тогда он буквально восстал из мертвых. Благодаря пилоту самолета, вовремя понявшему, что это отравление, и посадившему самолет, благодаря бригаде врачей, определивших по внешним признакам тип яда и принявших правильные меры, благодаря его жене, его команде, его сторонникам и мировому сообществу, он был вырван из лап режима. Тогда он вернулся к нам и отомстил своим убийцам, рассекретив их, как птица Феникс. Демонстративно убивая своих оппонентов, Путин пытается запугать миллионы россиян. Однако Навальный сам сказал, что делать, если его убьют. Не сдавайтесь! Помните, что мы огромная сила, которая находится под гнетом чуваков этих плохих, лишь потому, что мы не можем осознать, насколько мы действительно сильны. Путин продолжает убивать тех, кто с ним не согласен, из-за безнаказанности. Чтобы это прекратить, должно расти сопротивление режиму. Чтобы жертва Алексея не была напрасной, нужно сделать так, чтобы, убив одного Навального, Путин в ответ получил миллионы Навальных, и каждый его бил всем, чем может. Как птица Феникс. Очень злая птица Феникс. Сотни политзаключенных, а по сути заложников, находятся в лапах террористического режима в России. Их число увеличивается каждый день. Есть ли возможность кого-то из них обменять и вернуть в строй бойцов с режимом с помощью этого обмена? Раньше кто-то мог сказать, что они отсидят свой срок и выйдут на свободу. Теперь даже оптимистам очевидно, что они останутся в тюрьме, пока Путин не будет арестован или уничтожен. И чем скорее мы этого добьемся, тем меньше людей он успеет убить. Во многих диктаторских странах прямо сейчас люди борются за свою свободу и просят о помощи. Диктаторы убеждают, что это их внутреннее дело. Сегодня уже всем понятно, что это вопросы мировой безопасности. Сейчас главная битва с путинизмом идет в Украине. И лучшим ответом мирового сообщества будет передать все необходимое для победы оружие в Украину. Алексей был символом свободы. Можно считать его своим кандидатом или не считать, но тот факт, что он оказался в тюрьме за правду, за нашу с вами свободу, неоспорим. Его наследие – будущее России. И нам с вами решать, каким оно будет. Россия будет свободной! Россия будет свободной! Россия будет свободной! Россия будет свободной! Да, слов на самом деле не так много, но мне кажется, не знаю, вчера так думал после этого всего. И верится, конечно, с трудом, хотя, кажется, чего уже ожидать от этих злых времен. Да? Ага? Супер! Вот, и не знаю, как ты стал так думать, вот, не знаю, кем Алексей Навальный мог приходиться нам. Кому-то он стал практически как член семьи. Кто-то мог почувствовать, что он был им чуть ли не как Иисус Христос, хотя я сам не в религии совсем, но просто что-то очень похожее, кажется, происходит. Или как Нелфа, Мандела кому-то. Ну, это, конечно, все ужасно, но, действительно, как он и сказал, не надо сдаваться. Не надо сдаваться, и когда-нибудь зло уйдет, когда-нибудь все получится, но когда абсолютно тяжело сказать. И если мы остановимся, то точно ничего не изменится. И только станет хуже. Поэтому я думаю, что у нас все получится. Огромное сожаление семье Навального и его друзьям, и просто людям, кто в него верил и верит. И я думаю, продолжим его дело. Все вместе. И для России, и для мира, и для других стран, и для человечества. В общем. Ввода полиции заключенным! Ввода полиции заключенным! Ввода полиции заключенным! Ввода полиции заключенным! Спасибо большое, что были здесь вчера, и что пришли и сегодня. Потому что, я думаю, для каждого из нас очень важно понимать, что в такой тяжелой ситуации, в таком переживании важно не оставаться одному. И забрав у нас Алексея, Путин хочет, чтобы мы боялись, и чтобы мы потеряли надежду. Поэтому лучшее, что мы можем сделать сегодня, это не дать ему того, чего он хочет. Не бояться и не терять надежду. И некоторые из нас думают, что мы можем сделать сегодня, стоя здесь, например. Я думаю, тот минимум, который мы можем продолжать делать, это продолжать разговаривать со своими родными, знакомыми, друзьями. И показывать ему всю кровавость путинского режима, и всю ту грязь, которую он делает. Он воюет не против Украины, он воюет не против НАТО, он воюет против всего человеческого. Поэтому Россия будет свободной. Живи Беларусь и слава Украине! Слава Украине! Слава Украине! Слава Украине! Слава Украине! Всем привет! Я Навального знаю с 2005 года. Еще в офисе партии Яблоко. Они сидели, работали там с Яшиным. Я тогда носил шляпу, и была такая 101-я комната. Я только приходил, из-за того, что у меня была шляпа, они все время начинали петь мелодию из «Розовой пантеры». Та-дам, 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 та-дам. И после этого было много проектов совместных. Были спецприемники. Потом Навальный стал лидером оппозиции. Навальный мне помог получить политическое убежище в Португалии. Потом были знаменитые «Привет! Это Навальный», который мы давно уже не слышали и больше уже никогда не услышим. Сейчас многие ощущают крушение всех надежд. Вчера журналистка Таисия Бегулатова из «Холода» написала такой твит. Сейчас я прочитаю. Ощущение, что раньше был взрослый, на которого все рассчитывали, и больше его нет. Дальше сами. Так давайте дальше сами. Не надо сидеть там или лежать и думать, что появится новый Навальный, который скажет, как нам быть. Тут вчера и сегодня собираются классные люди, талантливые в разных сферах. Давайте делать сообщество, давайте поддерживать таланты. Давайте приходить на вечера писем политзаключенным. Например, следующий будет в эту среду в Либерти. Вообще давайте собираться дальше и думать вместе, что делать. Самое главное, давайте держаться друг друга и держаться вместе. Спасибо большое. И спасибо Тимофею за организацию и за Мегафон. Спасибо. Спасибо большое, что все здесь. Спасибо большое, что мы есть друг у друга. Вчера мы все пережили огромное горе. И я призываю вас не только действовать сегодня, но давайте мы дадим горе место. Столько, сколько ему нужно, чтобы оплакать человека, которого с нами больше нет, но который с нами все равно остается. И потом мы будем продолжать борьбу. И как сказали ребята до меня, и как скажут ребята после меня, мы не сдадимся, мы не сдаемся. И это должно закончиться. Посмотрите, сколько нас, особенно ребята из первых рядов, оглянитесь назад. Нас гораздо больше, чем было 15 минут назад. И это то, чего боится режим. Режим боялся Навального, режим боялся того, что скажет Алексей в преддверии этих альтернативных выборов. Я знаю точно, что мы должны в этих выборах действовать. Мы не должны забиться в угол и сидеть бессильными. Но в первую очередь, давайте дадим себе, своему горю, своей психике, хотя бы одну минуту выплакаться. Спасибо большое. Мы видим, как нас много. Каждую субботу в это же время, не только сегодня. Мы здесь собираемся. Обычно нас намного меньше. Сегодня мы видим, сколько нас, сколько единомышленников. Мы будем продолжать бороться. Каждый из нас маленький человек. И каждому наверняка приходила мысль, а что я могу сделать? Ну вот приду я, постою перед посольством, уйду. И что это даст? Да ничего не даст. Поэтому лучше вообще ничего не буду делать. Буду сидеть тихо, ждать. Может быть, действительно это ничего не даст. А может быть и даст. Может быть, это и есть та самая капля, которая переполнит океан. Мы не знаем, узнаем когда-нибудь из учебников истории. Есть вероятность, что именно это поможет. Поэтому, не только сегодня, каждую субботу в это же время, кто может, приходите регулярно. Пусть запал не иссякает. Не обязательно должно произойти какое-то экстраординарное событие, чтобы у нас был повод собраться. Просто пока еще режим существует, и пока мы хотя бы капельку можем внести в борьбу с ним, давайте вносить. Кто может, приходите еженедельно. Я хотела прочитать стих своей подруги и антивоенной активистке Дарьи Сиренко. День, когда на свободу вышли все политзаключенные. Что это был за день? Это был день длиною в долгие годы. Шел снег, распускались цветы, опадали плоды. Сезоны сменяли друг друга в произвольном порядке. Это был день, когда мы увидели в зеркалах, что наши повзрослевшие лица похожи на карту. Каждая морщинка – маршрут, по которому путешествовали общие слезы. О, что это был за день! Небо было таким высоким, что мы стояли, запрокинув головы и не дыша, вспоминая тех, кто не дожил до этого дня. Кто погиб, этот день приближая. О, что это был за день! Они выходили из тюрем, и мы обнимали их так осторожно, будто это не люди из плоти и крови, а веточки только что высушенных деревьев. День, когда на свободу вышли все политзаключенные, был днем, когда мы все стояли на улицах и не могли разойтись. И разгонять было некому. Мы стояли всю ночь, как на всеночной, но не под куполом храма, а под открытым небом. И даже над далекой Москвой было видно звезды, разглядывая лица друг друга, как обновленные карты. Мы были сориентированы и спокойны. Мы знали, куда идти и с кем нам теперь по пути. Мы знали, чего нам стоили эти маршруты. Шел снег, распускались цветы, а подали плоды и звезды сквозь слезы сливались в одно. Мы плакали одними слезами. И, глядя в лица освобожденных, мы видели лица тех, кого уже не было с нами. Вот, что это был за день. Спасибо. Пока вы собираетесь с мыслями, а давайте собирайтесь уже, мы готовим установку памятника Навальному перед посольством, чтобы их бомбило каждый раз, когда они приходят и уходят с работы, и когда выголядывают в окно. Сейчас выясняем, как это согласовывать. Если кто-то умеет, знает или хотя бы догадывается, ну, свяжитесь с нами на сайте, можно на e-mail написать. Сайт у нас adrl.pt Как я читал из обращения, теперь мы все Навальный. Так и скажем. Мы Навальный! 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 Суббит? Uma singela homenagem, porque nos dias de hoje cada vez é mais difícil se encontrar homens bons que defendam ideais como a democracia, a liberdade e o amor de uns para os outros. И Навальный! 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 É um desses poucos homens que renunciou à sua vida por esses valores. Nós estamos a viver tempos terríveis que eu pessoalmente nunca pensei vir assistir, como o que está a passar na Ucrânia e também em Israel e na Palestina. Навальный era contra tudo isso e é um exemplo Редактор субтитров А.Семкин И когда он видит человека, как Навалле, потеряем жизнь, по-другому, это огромное tristeе, как если бы мы потеряли все. Но, по-другому, есть пример, который мы должны видеть, и по-другому, мы должны поддерживать. Каждому, по-другому, 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 сегодня, с моей мамой, которая имеет 89 лет. Это все, что мы можем сделать. Горажем и мир в украине, и на аукурétию, и по-другому, 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 и мирrum. Спасибо, Португал! Спасибо, Португал! Спасибо, Португал! Здравствуйте, я в Португизме, но я буду говорить в английском, чтобы больше людей понимать. Что я действительно хочу сказать, из-за моего сердца, что иногда у нас есть террористы, как Путин и многие другие. Но если люди поднимутся против них, мы не можем быть шипами, following этих руководителей. Пожалуйста, русские, раздавайте, не раздавайте, раздавайте вместе, и мы победим этих руководителей. Как это было в истории, никакого импирая не было долго. Вы можете видеть, что даже Hitler был победителем, потому что все остальные были уничтожены. Поэтому мы должны быть уничтожены, Португал, Россия, Украина, все страны, чтобы мы могли победить эти руководители, которые появляются больше и больше. У нас есть больше в других странах, как вы знаете. Поэтому, пожалуйста, русские, раздавайте, раздавайте, раздавайте. Я знаю, что это трудно, но это единственный способ. Раздавайте, в имя Набални, в имя всех тех, кто потерял их жизни, против Путина, Путина, Итлера и все остальные. Поэтому, пожалуйста, раздавайте. Хорошо? Держите вместе и раздавайте. Вы видите, что нас много. И теперь повернитесь друг к другу и скажите друг к другу, «Ты не один!» Мы не боимся! Мы не боимся! Мы не боимся! Видите, вместе уже не так страшно. Я бы хотела высказаться, как написали хорошо вчера в Твиттере, к сожалению, не от лица всех украинцев и не от лица Украины, но как украинка, которая много лет прожила в России, наблюдала кровавый режим, который два года наблюдает войну. И для меня лично вчерашняя новость – это смерть надежды. Я знаю, как и для каждого из вас. И, простите, очень сложно говорить сейчас. И мы должны бороться дальше. Мы, как правильно сказала женщина передо мной, вместе и Россия, и Украина, потому что я знаю, что в России есть огромное количество прекрасных людей. И я вам безумно за это благодарна. И давайте, пожалуйста, как Алексей нас и просил, не сдаваться и не отчаиваться. Спасибо. Сейчас главная битва идет с путинским режимом в Украине. И мы должны благодарить вооруженные силы Украины за то, что Путин до сих пор не добрался до нас, которые сбежали оттуда. Поэтому, сбройным силам Украины тречи! Слава! 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 Слава Украине! Слава Украине! Я хочу прочитать стихотворение, которое я написала 24 февраля. Думаю, что я не буду испытывать что-то подобное еще раз, в надежде, что день, который мы проснулись, он закончится. и на следующий день все просто растает, как дым. Но вчера я кормила уже свою дочку и вспомнила про это стихотворение и подумала о том, что надо ему снова прозвучать. В твоей груди молоко и стревог, и сегодня его, мам, пить я не смог. Я бы очень хотела тебя крепко обнять, чтобы слезы и боль в твоем сердце унять. Я бы очень хотела всех жестоких обнять, чтобы слово «любовь» им почувствовать дать, чтобы улыбка моя без зубов и клыков им напомнила тех, кто теряет свой кров. Я бы очень хотела, чтобы мир знал про мир, что в душе я несу с самых первых минут, что приходим мы все, чтобы просто любить, выбирая себе здесь свой собственный путь. Я смотрю на тебя, и хочу я помочь, но, увы, я так мал, что мне это не смочь. И способен пока лишь надежду дарить, улыбаясь тебе, хоть хочу говорить. О любви и о том, как все в жизни легко, и как сладко мне пить твое молоко. А пока что я просто смотрю на тебя и надеюсь, что в мир я родился не зря. Но однажды мы все научимся жить, уважая других и в принятии быть, что не будет такого слова «война». и любовь победит, ведь весь смысл она. Алексей был светом, был очень ярким человеком, и мне хочется, чтобы мы несли этот свет внутри себя дальше, что бы ни было, что бы ни происходило. И помнили, что зло победит, только когда мы дадим ему это. Спасибо. Я решила сказать пару слов для того, что мое отношение к россиянам не негативное, потому что на нас напали не россияне, на нас напали те люди, которые, к сожалению, имеют российское гражданство. И это разные вещи. В нашей стране развито единство. Возможно, кому-то это станет полезным, возможно, кто-то не готов к этому. Но, как мы говорим, я скажу на украинском, затем переведу, разум мы сила. Мы разум, и в тему сила. Мы вместе, и в этом сила. Когда мы вместе, мы сила. Мы все братья, мы все сестры, мы все друг за друга. Надеюсь, для вас, для вашей страны, для ваших людей, когда-то это станет чувством, осязаемым внутри. Когда вы сможете друг за друга стоять, когда вам не придется друг с другом спорить о политике. К несчастью, в моей стране идет война. Но мы боремся все вместе, вместе с вами, против одного и того же. Мы тоже не хотим видеть Путина. Мы тоже хотим, чтобы его не было. Путина, Путина, Путина! ПОДПИШИСЬ! ПОДПИШИСЬ! И вы знаете почему? Потому что мы нужны, 5 лет назад, чтобы бороться за демократисть. И мы знаем, что жизнь без свободы. И мы знаем, почему мы должны expressить солидарность к всем странам, к всем людям, которые бороться за свободу. Мы это делаем с Ист-Тибор. Мы это делаем с Украиной. И вы также должны, сегодня, tomorrow, каждый день, чтобы поддержать русские люди которые бороться за то, что важно в жизни. Свободы. Демократисть. Вы знаете, дорогие друзья, много раз говорю, «Демократисть, свободы, свободы». Это как здоровье. Когда мы хорошо, мы не даем цену для этого. Но, в завтра, если у нас есть боль, мы понимаем, что важно для здоровья. Это же самое с демократистью. Иногда, когда мы имеем демократисть и свободы, мы не даем цену для этого. Только когда мы потеряем. И вы не знаете, но вы знаете, что все диктатуры потеряем силы один день. Это же случится с Путином. И мы будем бороться, и будем собирать вместе этот день свободы в России. И вместе мы победим. Да. Путин убийца! Путин убийца! Путин убийца! Путин — убийца! Путин — на врагу! Путин — на врагу! Вместе мы — сила! Вместе мы — сила! Ура! Россия будет счастливой! Россия будет счастливой! Дамы и господа, прошлые речи были в достаточной степени посвящены нашему сегодняшнему герою, однако я бы хотел посвятить свою речь его злейшему врагу. Нужно сказать, что, смотря на историю, мы можем понять, что авторитарные и тоталитарные режимы, несмотря на их невероятно длинные сроки существования, умирают очень быстро. Мы можем понять, что, на примере социалистического блока, Советский Союз прожил больше 60 лет. Для того, чтобы ему умереть, ему понадобилось два года. ПНР, Польская Народная Республика, Чешская Народная Республика и прочие социалистические страны, авторитарные режимы, проживали более 40 лет. Для того, чтобы им распасться и перейти в иные стадии государственного развития, им нужно было несколько месяцев. Германская империя, Второй Рейх, жила на протяжении десятков лет. Но для того, чтобы произойти, в ноябрьской революции потребовалось всего 4 года. Точно так же можно сказать и про русскую революцию. Мы можем сказать, что тоталитарный режим или авторитарный режим может нам казаться неуязвимым и стабильным, но при том в критический момент он может совершенно неожиданно потерять всю свою силу одномоментно. Мне очень тяжело говорить, как большинство из вас. Я просто хочу прочитать свой старый пост на самом деле, который я писала в инстаграм несколько лет назад после посещения музея террора в Будапеште. Мне кажется, что сейчас он максимально актуален. Свобода не имеет национальности, а террор не знает границ. Сталин, Путин и его приспешники напоминайте себе и другим как можно чаще. Ни на йоту не лучше Гитлера. Это просто смена формы. Борьба за свободу всегда оправдана, всегда и никогда не напрасна. Важно помнить тех, кто отдал жизни и судьбы ради будущих нас. Внутреннее и каждодневное противостояние всем видам террора и пропаганды – вот лучшая память. К сожалению, сейчас это и лучшая память для Алексея Навального. Противостояние прежде всего логикой, критическим мышлением, изучением истории, честными разговорами, незамалчиванием любой формы абьюза и газлайтинга. Помнить каждый день – страх съедает душу. У еврейского народа есть праздник Песох – праздник весны и обретения свободы. В этот день отмечают события из древней истории еврейского народа – выход из египетского рабства. Так вот, даже если вы не иудейка или иудей, праздновать Песох можно каждый день, каждый божий день отмечать победу выхода из рабства, самообмана, иллюзий, давления общества, токсичных личностей, внутренних и внешних. Тех, кто запугивает, стращает и призывает замирать и сидеть ровно. Тех, кто шепчет – будь как все, не высовывайся, угождай. Каждый день в личный пейсах. А если сегодня не получилось – обнимите себя, обнимите друзей, поддержите. Завтра точно получится, и вы станете свободны, и будет весна. Россия будет свободной. Всем привет. Вчерашний день, мне кажется, стал черной страницей и российской истории, и человечности. Я долго думала вчера над тем, какая же была главная роль у Алексея. Да, у него не получилось свергнуть кровавый режим, но мне кажется, он выполнил свою миссию всем тем людям, которые находятся здесь, всем тем людям, которые заявляют о своей позиции в социальных сетях. Все, кто не заявляет, но все равно переживает, он дал знать, что они не одни. И всех тех, для кого текущее время причиняет много боли и страдания, я называю светлячками. И мне радостно осознавать, что вокруг меня, в моей стране, за ее пределами, столько много светлячков. И мне хочется, чтобы мы по-прежнему могли находить друг друга, и спасибо большое Алексею за то, что он дал знать, что мы есть, что нас много, и что нам точно не нужно опускать руки. Спасибо. Всем привет. Меня слышно, надеюсь. Я сейчас, наверное, скажу на двух языках. Сначала скажу на русском, а потом скажу на португальском еще раз. Не совсем то, что сказал сейчас журналистам, но в общем... Не слышно? Так лучше? Да, надо прямо в дырочке. Я говорю, что я сейчас скажу на двух языках. Сначала на русском, потом на португальском, чтобы коллеги-журналисты тоже могли снять слова россиян, говорящих по-португальски. Для меня, к сожалению, вчерашнее событие, оно не стало сюрпризом, потому что я знал, что, во-первых, Алексея уже убили один раз на самом деле. И то, что он выжил, это было большое чудо. С одной стороны. С другой стороны, то, что даже те обрывки информации, которые доходили до нас, это... Они уже мне говорили, как врачу по профессии, что его убивают. Только убивают не так, как новичком за секунды и минуты, а убивают такое количество времени, которое он выдержит. И он выдержал три года. Алексей был человеком, который шаг за шагом боролся и делал вещи, которые, в общем-то, политики на самом деле не делают. И, ну, видя то, что сейчас происходит во всем мире, мне кажется, что вообще, в принципе, очень мало осталось людей, которые себя связывают как-то с политическим активизмом или с профессией, с работой в политике, которые готовы совершать то, что совершал Алексей, то, что совершали люди из фонда борьбы с коррупцией. И те другие немногие, кто все-таки готов был хоть что-то делать, открыто, с шашками наголо, с... И не боясь при этом говорить громко и так, чтобы их все слышали. Я думаю, что это на самом деле то, чего нам не хватает очень сильно. Говорить громко и то, что сейчас тоже декларировали, не то, что говорить громко только каждому одному из нас, а всем нам вместе. Говорить, делать и совершать какие-то маленькие поступки, потому что вода камень точит на самом деле. На нашей стороне как-то... Время в плане Алексея сыграло такую злую шутку с нами, но на самом деле время на нашей стороне. Потому что Путин и вся его команда, они старики. В самом плохом и мерзком понимании этого слова. Не хочу никого обидеть, простите, если кого-то задел. Но будущее не за ними. Будущее за молодыми, будущее за детьми и за теми людьми, которые на самом деле выросли уже, когда Путин стал премьер-министром или президентом. Он пытается бороться с ветряными мельницами, но у него не получится. Рано или поздно он уйдет тем или иным способом и Россия будет свободной. Прямо, чтобы выросла с главными... Если вам супер-министром... Я хочу вам рассказать о различных ситуациях с вами. И в первых людей... И в первых, и в основном моменте, и привычный момент, и в результате, Я не успешная зла, чтобы выросла его. потому что он уже был виноват в 2020, и, милогрозно, он был виноват в той же время. Он был человек, и он продолжает быть очень сильным, и, sinceramente, на то, что я вижу на политика русской, на политика протоколея, или на Украине, на Украине, что он awfulare. Политики, особенно, очень просто не healthcare. С тех наоборот, что они не имеют основу, и, несмотря на законов, что они не имеют дела, ЭПИСМЕНТО, они не имеют практику Graphics, и они в том, что, в действии, для свободных и милогрозных людей, vulneráveis e fracas e o Adikseye o Adikseye Navalny foi uma das pessoas mais fortes mais corajosas e mais mais ágeis das pessoas que fizeram muita coisa mesmo não só falaram mas também não falou só mas também fazia muita coisa para defender aqueles valores que nós todos aqui gostaríamos que ficassem sempre connosco na democracia no mundo ocidental e no mundo desenvolvido ele sempre lutou pela pela liberdade e isto na minha opinião isto não foi a luta contra Putin não foi o motivo principal de ações do Adikseye Navalny de Fundação de Luta Contra a Corrupção que ele foi o líder eu acho que o objetivo principal deles foi mesmo defender a liberdade das pessoas dos russos no fundo dos ucranianos dos bielorussos dos outros países que estava à volta da Rússia e portanto foi uma grande perda foi uma das melhores pessoas do mundo do século XXI eu acho que ele merece mesmo que fique na nossa memória e que depois entre nos livros da história também em todo o mundo e não só na Rússia isto é que eu queria dizer relativamente ao Alexei e a morte e o assassinato dele agora queria também falar um pouco sobre sobre esta situação que nós estamos a ver aqui nós estamos a ver que dezenas e se calhar centenas das pessoas dos russos dos ucranianos dos portugueses estão aqui e facto disto quer dizer que o Portugal e o povo português é solidário com os russos e com as pessoas que agora estão a enfrentar uma situação que o Portugal também enfrentou nos anos nos anos 60 e 70 portanto quase há meio século eu queria agradecer sinceramente Portugal porque o Portugal continua a ser um dos poucos países com as portas abertas para os russos que precisam de sair do seu país por causa do perigo que eles estão a viver na Rússia e nesse sentido Portugal suporta muito o povo russo embora como nós todos saibamos há alguns obstáculos que alguns órgãos burocráticos aplicam mas pronto no modo geral Portugal ajuda bastante as pessoas russas e as ucranianas também já agora e isto na verdade é uma das coisas que contribui para a luta contra Putin porque todas as sanções que foram aplicadas pelos muitos países não funcionam desde que as pessoas da Rússia não consigam sair do país ou não consigam dizer livremente e abertemente as coisas que eles têm que falar eu estou a falar aqui sobretudo sobre sobre jornalistas e correspondentes que não conseguiam continuar a trabalhar na Rússia e revelar a situação real que está a passar no nosso país e portanto agradeço mais uma vez o Portugal e os portugueses pelo vosso apoio e pelo vosso ombro nesta luta algum dia a Rússia fica livre fica mais feliz e os russos vão-lhes pagar a mesma moeda é mesmo importante que nós saibamos que há outras pessoas que também defendem a liberdade e que defendem de facto o valor da vida do ser humano obrigado Portugal e e nós precisamos preparar para o próximo действio a acção que поддержaram a maioria de oposição políticos rossis o dia contra Putin e nós nos 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 17 марта в полдень, а также мы здесь собираемся каждую субботу в 14.30. Чтобы быть в курсе всех наших акций и новостей, которые у нас есть, пожалуйста, прямо сейчас откройте в своем телефоне сайт adrl.pt Ассоциацион Дагусаш Ливраш, adrl.pt Выберите социальную сеть, которую вы предпочитаете, и подпишитесь на нас, чтобы быть в курсе. Полдень против Путина! 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 И еще одну. Мы придем еще! 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 Мы придем еще!